Выпускники начали сдавать единый государственный экзамен. По всей стране экзаменационная кампания стартовала с ЕГЭ по информатике и географии. В городском округе Люберцы зафиксировать свои знания по этим предметам пришли порядка 150 человек. Они готовились к этому не один месяц. Возможно, от следующих нескольких часов зависит выбор их профессии. Первыми экзаменами для выпускников в этом году стали информатика и география. Год я готовила с репетитором, плюс самоподготовка. Думаю, нормально будет всё. Дети, конечно, очень волнуются. Готовились. Я думаю, что добросовестно весь год. Надеемся на успешную сдачу. Вместо сдачи ЕГЭ в Томилинскую 19-ю школу 11-ти классников сопровождают учителя. Переживают не меньше самих выпускников, ведь всё должно быть по правилам. Сначала регистрация, потом ребята находят нужную аудиторию. Волнительное ожидание и за считанные минуты до начала экзамена. Инструктаж. Запрещается иметь при себе средства связи, электронную вычислительную технику, фото, аудио, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. ЕГЭ по информатике включает в себя 27 заданий. На их выполнение даётся 3 часа 55 минут. Экзамен по географии – это 34 задания за 3 часа. Всё это время за порядком в аудиториях наблюдают видеокамеры и организаторы. У нас присутствует кто? Организатор в аудитории, вне аудитории, руководитель пункта, члена ГЭК, общественные наблюдатели, которые распределены на пункт и смотрят за это. Имеют право также присутствовать средства массовой информации. Всего сдавать экзамен по информатике пришли порядка 130 люберецких выпускников. Географию выбрали около 30. ЕГЭ же по обязательным для российских 11-классников предметам по русскому языку и по математике пройдут 31 мая, 6 и 9 июня. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ.